Многообещающие проекты UST в Европе, Индии и Непале, определяющие переговоры в Дубае и революционная разработка для комплекса «Карат». Это «Дайджест UST», где мы рассказываем о главных новостях компании. Проекты В Непале власти восточной провинции страны дали зеленый свет строительству 7-километровой рельсо-струнной трассы, которая соединит два города. Но это только начало. В будущем маршрут может вырасти до впечатляющих 45 километров. Проект получил поддержку Инвестиционного управления и Департамента инфраструктуры и транспорта провинции. Завершено технико-экономическое обоснование, а наши специалисты ведут переговоры по финансированию и юридическим вопросам. Этот проект станет новой главой в истории транспорта Непала. В Индии руководство одного из штатов одобрило проект туристического маршрута к известному водопаду. Это не просто транспортное решение. Это вызов. Нам предстоит построить комплекс в природоохранной зоне, сохранив ее уникальную экосистему. Это одна из достопримечательностей. Могу даже сказать, что находится она на территории Индии. И там речь идет о том, чтобы украсить, скажем так, место туристической привлекательности, аттрактивности и решить также вопрос вот этой вот транспортной доступности на небольшом отрезке. Этот маршрут сделает водопад одной из самых узнаваемых достопримечательностей мира и привлечет туристов необычным сочетанием природы и технологий. События Объединенные Арабские Эмираты Делегация управления дорог и транспорта Дубая посетила центр Юскай в Шарже. На встрече обсуждались планы по расширению сотрудничества. Партнерство с РТА началось в 2018 году. Было подписано меморандум о намерениях. В 2018 году тогда, насколько я знаю, шла речь о трассе 15 километров. И вот за это время, за время работы по изучению технологии, РТА, в прошлом году объявило о том, что будет построено порядка 68 километров дорог с использованием систем различных подвесного транспорта. В первую очередь, струнного транспорта применения. Переговоры близятся к финальной стадии. Скоро будут приняты ключевые решения. Беларусь. Работа кипит и здесь. Государственный комитет по стандартизации утвердил первый национальный стандарт для технологии UST, который вступит в силу с 1 июля 2025 года. Документ закрепляет ключевые понятия, используемые при описании технологии, и станет основой для дальнейшей нормативной базы. Еще два проекта стандартов для пассажирских и грузовых юнимобилей уже прошли метрологическую и нормативно-техническую экспертизу и переданы для утверждения в госстандарт. Для нас это подзаконенные требования к крестным транспортным средствам, по которым мы можем проводить официальное уже испытание этих транспортных средств в аккредитованных и экспертных лабораториях. Можем подаваться даже на сертификацию. Эти документы планируются завершить во втором квартале 2025 года. Они серьезно упростят внедрение наших технологий в странах ЕАЭС. Разработки А теперь о скорости карата. В центре «Юскай» наши инженеры готовятся к тестированию установки тягового электроснабжения для флагманского юнимобиля. Устройство будет снабжать путевую структуру электроэнергией. Преобразовательная установка, размещенная в транспортном средстве, обеспечивает ее эффективное использование. Результат – кара сможет разгоняться до 120 км в час и даже больше. Это станет настоящим прорывом для нашего транспорта. Это был Digest UST. Только самое главное и интересное. Хотите узнать больше? Загляните на наш сайт и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова